Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон студии 847-400-5200 И вопрос был по поводу Припираний между Майк Макс 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 Максимально толковая женщина Максимка Хорошие имена Максимка Максимка Ну пацан которого там Нашли русские моряки Нашли в Неполкеане И он им кричал Бац Он черненький был Максим Моряки Да Да Короче Что произошло Ну Произошла наверное Такая ситуация Значит Стив Манучин Должен был Вернее Вернее Максим Максим Матерс Вызвала Стива Манучин На ковер Выяснить Кое-какие вопросы Значит В этот же день У Стива Манучин Была встреча Официальная По-моему С Представителем По-моему Эквадора Если я не ошибаюсь В общем Какой-то Иностранной Страны Как говорится И он Предупредил Максим Матерс О том Что у него Встреча в 5.30 Это значит Что в 5.00 Он должен Покинуть Вот эти Вот Вот это Совещание Совещание Начиналось В 3.15 И Максим Ему сказала Ну Подойдет Время Будем говорить У тебя есть Два часа Да У тебя есть Два часа С чем-то Так что Давай будем Разговаривать Ну и вот Разговаривали Они разговаривали И В 5.00 По времени Стив Манучин Говорит Вы мне извините Но Мы уже с вами Тут 3.00 Разговариваем Мне нужно Отлучиться И вот тут Начался Цирк А цирк Начался В том Что Максим Уотер Значит Ну Давайте Скажем Так Когда Вызывает Председатель Комитета Допустим В этом Отношении В этом Существе Финансового Вызывает Министра Финансов Он Не имеет Права В принципе Уйти До тех Пор Пока Председатель Комитета Не объявляет Митинг Оконченным И Бьет Вот этим Молотком По столу И вот Тогда Все могут Быть Свободны Максим Уотер За это Прекрасно Знала И Когда В 5 Часов Стив Манучин Сказал Что ему Нужно Уходить Так Как Его В кабинете Ждет Представитель Государства Иностранного Максим Уотер Начала Всяческими Словами Его Уговаривать И говорить Ну вы Понимаете Вот вы Мне что Сюда Пришли Устанавливать Временные Рамки В конце Концов Вы Такой Вы Сякой Вы И так Далее Но Молотком По столу Она Не ударяла И в конце Она ему Сказала Если вам Нужно Уйти Вы можете Встать И уйти Но Молотком Не ударяла То есть Получается Что если бы Стив Манучин Вышел Из этого Митинга То его бы Обвинили в том Что он Отказался Давать Довольдия Обвинили бы В неуважении К коллективу Инконтент Ну в общем Вот это вот То что Произошло Но самое Интересное Было то Что это Действительно Правда Это не мои Домыслы Это просто Я действительно На это Услышал В информации Стимон Учин Он очень Очень Богатый Человек Очень Богатый Человек То есть Ну Сказочная Она не Представляет Себе Насколько Богатый И Когда Максим Уотерс Когда Стимон Учин Сказал Что ему Нужно Покинуть Это Балаган Максим Уотерс Его спросила Вы мне Скажите А вы Не боитесь Что вас Уволят То есть Вы понимаете Это было Смешно Да Это было То есть Ну вот Представляете Вот кто-то Трампу Сказал бы А вы не боитесь Что вас Уволят Из Трамп Корпорейс В общем Вот это То что Произошло На митинге Значит так Ничего Толкового Там Не происходило Просто Чтобы вы знали Не было Никаких Толковых Переговоров Это чисто Был Вот такой Показательный Факт О том Чтобы Получить Инкомтексы У Трампа Которые так и Не получили В среду В среду Уже должны были Предоставить Министерство Финансов И не предоставило Чем очень Огорчило Опять демократов Которые требовали Причем Какой комитет Запрос сделал В РС В Вейсен Минск В Вейсен Минс Комедии Вместе с Финансовым комитетом Причем Причем Председатель Этого комитета Сам наотрез Отказался Предоставить Свою Декларацию Мне нравится Что Берни Сэндерс Болонсировал Себя Выдать Своим Контексы Если его Изберут Президентом Да кому-то Нужно Со своими Добрый день Говорите пожалуйста Да Спасибо большое За возможность Все это Бла-бла-бла Все это Пока что Был там Не опускаю Извините За мое Такое Ну как бы Резкое высказывание Я только Позвонила в офис И хотел поговорить С Александром Марковичем Буквально Пару минут Вот о чем Я вчера Позвонила Юлия В офис Александр Маркович Я услышала Что происходит С господином Ассанджем Меня И не только Меня Это лично Очень плохо Сейчас мы поговорим Про Ассанджем Да да Сейчас мы поговорим Про Ассанджем Но прежде чем Мы поговорим Про Ассанджем Хотелось бы вспомнить Еще одну Одно Событие Которое произошло На слушании Комитета Юридического Комитета Где в качестве Свидетелей Была Кэндис Кэндис Овенс Овенс Я хотел об этом Рассказать Это здорово Это здорово Это молодая женщина Я хотел Давай Не дает спуск Этим уродам В то время Когда происходили Слушания С Генеральным С Дженера Господи С баром Да В это время В судебной комиссии Палаты представителей Приходили Происходили Не менее Интересное Слушание По расизму Расизму Белому Национализму Вот На которые Демократы Они Не нашли Никого Ничего Лучшего Чем Пригласить Афроамериканку Кэндис Овенс Очень Консервативную Такую И потому Несколько 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 Месяцев Назад Заподозрили В любви К Майн Камф Значит Демократ Тед Лу Он даже Достал Какой-то Там Телефон И Какой-то Фрагмент Показывал На что Кэндис Она не полезла За телефоном Никаких Вот Но Она Сказала Что Цитата Была Неполной И Она Абсолютно Не хвалила Гитлера И В ответ На все это Она Произносила Речь На Две-три Минуты В результате Которой У всех Демократов Испортилось Настроение А Причем Одним Из эпизодов Смешным Было то Что она была Прервана Председателем Комиссии Как его Звали Недлер Джерри Недлер Да Недлер Да Вот И который Он сделал Замечание Ей Потому что Она назвала Сенатора Конгрессмена Ступит Что она Ответила Что он Даже не может Слушать нормально Потому что Она не его Назвала Ступит А в том Что он Думает Что чернокожие Население Они ступят Они идиоты Вот И Как оказалось Что На самом деле Она дала Настолько Сильный отпор Демократов Причем Мне очень понравилось Что когда Я задавали Вопросы Она В отличие От демократов Она давала Конкретные ответы Помнишь Когда Ее спросили Ну вот Чем Например Трамп Конкретно Помог Чернокожему Населению Привела Факты Факты Которые Знают Все О том Что действительно Уровень Безработицы Среди Чернокожего Населения Уменьшился О том Что Трамп Подписал Закон Который Обязывает Начальников На местах Вкладывать Деньги В те районы Где живут Чернокожие Население Чтобы Там Развивать Инфраструктуру Строить Предприятие Давать Работу Людям Так что Это действительно Было Очень Интересно Причем Слушание После этого Довольно Быстро Закончили Здесь Сразу Быстро Закрыли Рот Потому Что Поняли Что Борьба С Расизмом И Белым Моциализмом Абсолютно Никуда Не идет Но при этом Никто Не вспомнил О Губернаторе Вирджинии Который На фотографии Помнишь Он Красовался В Шапке Куку С Кладом Так что Это было Действительно Очень такое яркое И сочное выступление Там была проблема Вся в том Что она В своем выступлении Она сказала Что Гитлер Если То есть Вот Да Он считался Националистом И Если бы он Только Ограничился Тем Что он бы Хотел Сделать Лучше Для своей Страны Он бы был Абсолютно Продуктивным Человеком Лидером А так как Он пошел И начал убивать Он был И вот тут Вот этот вот Люк Он быстренько Достал телефон Дал ей Прослушать Ее же Выступление Выдал этот кусочек Из контекста И дал послушать Этот кусочек Так сказать Игнорируя Вообще Дополнение Дополнение Он не дал Он обрезал Именно там Где она сказала Что Гитлер Would be fine Был А что если Вместо этого Направить В концентрационные Лагеря А может Нет не так How about We place them In concentration camps Or Там В гулаг А почему бы нет Ты понимаешь А почему бы нет Это люди Которые нарушают Студентов Которые Которые занимаются В Лос Кул Выдают Деньги На то Чтобы они Бесплатно Защищали Интересы Нелегалов За что Спрашивается Господин адвокат И господа адвокаты Которые защищают Вот эти вот Права людей Которые абсолютно Не имеют на это Права Тут достаточно Есть бедных людей Тут достаточно Есть людей Которые не могут Себе позволить Вот им помогайте Защищайте их права А не права людей Которые абсолютно Не имеют на это Никакого права А где они будут Находиться Нарушили закон Нарушили Административное Положение Одно из двух Вон из страны Или в концлагеря До рассмотрения Кейса Вот я хотел Тоже кстати Адресовать Вот это адвокатам И спросить Кстати это тот же самый Адвокат который Сравнил положение Вы послушай меня Внимательно Положение на границе Сравнил С нацистами Во время Холокоста Я хотел сказать Что Вы хотите сказать Адвокаты Что мы не имеем Права контролировать Наши границы И вот вопрос Почему Отдаются предпочтения Не легалам А не отдается Предпочтение гражданам И если такое Происходит То зачем нам Нужны вот люди В конгрессе Которые не могут Утверждать эти законы Которые препятствуют Этим законам А зачем нам нужны Адвокаты Если нет законов Если они Отказываются Принимать эти законы Усиливая кризис То за что Они получают зарплаты Вот скажите мне Потому что Вот неужели Например Пелоси Все остальные Думают Что все дураки И хочется Задать им вопрос А что вы конкретно Собираетесь сделать Еще больше Сопротивляться И мстить Потому что Похоже на то Что Их не интересует Допустим Экономическое Состояние Семей Их не интересует Наша Безопасность Все что их интересует Это Чтобы их переизбрали Чтобы они Сопротивлялись И месть против Трампа Есть звонок У нас Давайте Возьмем Добрый день Добрый день В эфире Алло Да Добрый день Добрый Вы знаете Я хочу добавить К тому еще Что оба Сказала Сакраментальную фразу О том Что демократы Не должны думать Что Они владеют Афроамериканцами Это правильно Абсолютно Да Абсолютно Вот Спасибо вам большое Так вот Господа Господа Даже не хочется Назвать господами Адвокаты лойеры Не надо Передергивать И не надо Нас обвинять В том Что мы Еще сейчас Уподобимся Сталина И будем Людей убивать В лагерях Нет Имеется ввиду В том Что действительно Этих людей Нужно Наказать Что значит Сидит миллион Людей Которые Которые уже Должны быть Депортированы И не депортированы До сих пор Что значит Люди Которые ждут Почти миллион Решения Я вас уверяю Что если у них Еще и дети Есть Никакой депортации Не будут Они будут сидеть Здесь Мы будем платить Налоги Мы будем платить Их обучение В университетах О чем уже Сейчас начали Говорить Мы будем работать Все больше и больше Как в том анекдоте Будем работать В три смены Потому что Надо будет Оплачивать Ежемесячное Поступление Ста тысяч Нелегалов Да объясни мне Такую вещь Наши Иммиграционные Адвокаты Наши Я говорю сейчас Именно про Наших Иммиграционных Адвокатов Которые Постоянно Нам Выдают Информацию О том Что для того Чтобы Брату Вызвать Своего Брата Из России Или из Литвы Или еще Откуда-то Это занимает 17 лет 12 лет 15 лет Вот занимайтесь Лучше вот этим Понимаете Потому что Люди которые Идут Спокойно Легально Которые Заполняют Бумаги Которые Следуют Законам Которым Вы же Помогаете Эти люди Должны сидеть По 12 По 15 лет Не видеть Свою семью А у вас Сердце болит За каких-то Нелегалов Которые Сюда Тащатся Которые Просто Грабят Эту Страну Которые Абсолютно Превращают Правильно Сказал Давайте Мы сначала Закроем Границу А потом Будем Умолять Вот точно Так же Как демократам Нужны Эти голоса Для Избрания Точно так же Нашим адвокатам Они нужны Для того Чтобы они Кормили И больше Ничего Как не Спросишь Адвоката Скажите Пожалуйста А вот Я хочу Вызвать Свою Сестру Я уже Гражданин Сколько Займет Времени Ой Вызвать Сестру Это лет 15 А маму С папой Ну маму С папой Это немножко Меньше Это лет 10 Почему Я должен Ждать 10-15 лет Увидеть Свою семью А у вас Болит сердце За то Чтобы не дай бог Не отправить В ГУЛАГ Вот этих Вот нелегалов Которые сюда Приезжают И полностью Систему Ставят С ног на голову И чейный Мигрейш Никто не хочет Прекратить Причем ГУЛАГ Имеется ввиду Нью-Йорк Сан-Францис Лос-Анджелес И Чикаго Это же города Убежища Естественно Вообще Странное То есть Уважаемый адвокат Полагает Что эти города Ну правильно Потому что Этими городами Управляют демократы Наверное Что-то есть В том Что вы сказали Но только Как-то оно звучит Не очень Не очень звучит Но это точно Так же звучит Нелепо Как сравнивать Действия пограничников Наших на границе С эсэсовцами Во время Второй мировой Вот помнишь Как сказала Голден Мейер Что мир будет Тогда Когда Палестинцы Будут любить Больше своих детей Чем ненавидеть наших То же самое И здесь Можно эти слова Немножко перефразировать Вот И сказать то же самое Что когда демократы Начнут Любить своих граждан Больше Чем вот этих нелегалов Вот тогда Может быть Что-то и будет Самое интересное То что я не вижу Ни одного Из более-менее Толковых Нормальных Адвокатов Бежащих В сторону Границы И пытаясь Как-то этим нелегалам Помочь О да Сидя и Бла-бла-бла-бла-бла Разговариваем Говорим Митингуем Голосуем Добрый день пожалуйста в эфире вроде скажите пожалуйста адвокаты как известно все траницы личные люди как правило других я не попадались может быть они имеют какой-то бонус через какие-то организации за этих городах выделяются специальные фонды я помню как мэр эммануэль в чикаго там создавал фонд специально для защиты то же самое делается в нью-джерси то же самое делается в нью-йорке создаются фонды для того чтобы была возможность защищать во-первых фонды во вторых они получают от штата вот список вот этих людей делами которыми они будут заниматься и они будут получать деньги за это спасибо за ваш звонок сожалению времени больше не остается поэтому спасибо олег падлок анатолий червец спасибо всем хорошего доброго будьте здоровы